Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Телвар Вархаммер 3 на легендарной сложности, закислив за Катарину. И в прошлой серии мы захватили несколько поселений фракции изгнанников Хорна, разбили в очередной раз полный стак Скарбранда. И сейчас еще одна армия к нам потихонечку идет, приближается, наверное, к Медному Леднику, потому что это самое незащищенное поселение здесь поблизости. Но мы, наверное, с ней справимся, я надеюсь, если она там... Пойдем, не должны они нанять еще войска, и я думаю, нормально все будет. И Катарина сейчас будет брать в осаду поселения одно за другим Дзинча, потому что они тут начали армии нанимать, и они нам мешают очень сильно. Наверное, стоит, кстати, отправить... Угу, кого? Кого-то определенно стоит отправить, закрыть вот этот вот разлом. Вот, вот кого мы отправим. А, тут у нас вон есть, возле этого. Прямо сразу закрываем, берем. Что-то сбилась настройка опять движения. Максимальная, максимальная. Выключенная, средняя, выключенная, да. Вот так. Патриотка Кизлев. Пойдем на разведочку вот сюда еще посмотрим, как дела там обстоят. Немного подзаработали деньжат мы, да, что хорошо. Может быть, стоило бы где-то здесь нанимать, начинать новую армию? Чтобы быстрее захватывать здесь территорию. Например, в самом инфернии. Тут, конечно, очень плохо нанимать армию. Может быть, лучше даже где-то... Я даже не знаю. В цитадели Рока, к примеру. Мы тут можем стрельцов нанимать, обычных латных косарей, простых стрелков, понятное дело, да. Может быть, немного артиллерии взять. Может быть, есть в этом смысл. Но эти деньги так быстро закончатся у нас, мне кажется. Да, давайте, прежде чем мы пойдем тратить деньги, посмотрим немного на дипломатию. Мы в прошлой серии заметили, что у нас открылась фракция Златозуба. Мы не видим, кто четвертый, но я могу предположить, что это четвертые союзники Златозуба. Лютые Во. А можно мне его перестать выделять? Я хочу посмотреть, какие у нас с ними могут быть отношения, с вот этими лошадками. Минус 148. Печальные отношения. Печальные. Но, я думаю, мы можем попробовать таким, заключить, к примеру, торговое соглашение с Златозубом. Добавить им немного деньжат. Сколько? Десять тысяч? Че-то дороговато. У нас с ними отношения улучшаются, потому что мы воюем и с Изгнанниками Хорна, и с Оракулом Медзинча. Вот. С Нурглом тоже. Может быть, сейчас, если мы его армию разобьем, то отношения еще чуть-чуть поднимутся. Задействия героев против Оракулов, да, тоже поднимаются отношения. Но проблема в том, что они могут объявить войну Талабекленду. Вот-вот. И все. Тут еще две фракции Огров где-то рядом с ним. После Талабекленда мы на очереди будем. Я уверен. Стоит ли отдавать им десять тысяч? Теперь. Зная такую информацию. А Талабекленд у нас вот он здесь. Вот он здесь. Разбивая тут потихонечку орков, да? С гномами вместе на пару. С каракадрином. 10 тысяч все-таки. Но я буду по 200 вход получать. Что тоже весьма недурно. Чисто от этой торговли. Плюс у нас отношения вырастут. Меньше желания у него будет на меня напасть. Именно на меня лично. Если, например, они нападут на Талабекленд, то я просто разорву оборонительный союз с ними. Наверное. Может, лучше сразу с ними союз разорвать, кстати? Надо подумать. Ладно, давайте мы... Предложим торговлю золотозубу. Потом подождем, может быть. И до более высоких отношений доберемся. Вот это вот 5 поселений, да? Которые можно было бы относительно легко захватить. И жить там спокойно, в хороших условиях. Но просто некогда вообще. Тринадцать поселений у Каракадрина. Что нормально, так вполне. Давайте попробуем, наверное, с Талабеклендом разорвать союз. У него два поселения. Просто именно оборонительный союз расторгнуть. А там уже пусть на него нападают кто хочет. Просто так я не получу штраф по надежности. Если я заранее расторгну оборонительный союз. А это я предложить могу ему расторгнуть? Так, как это работает? Как это теперь работает? Как это работает? А, вот так это работает. Просто крестиком мы вот так берем и... Да. Никакого штрафа это не повлечет. Ну, кроме штрафа в отношениях именно с этой конкретной фракцией. И, возможно, с другими фракциями, с которыми они дружили до этого. Но зато это повлечет повышение отношений с... Вот этим товарищем, да? Разорванные всего лишь 8. Ну, ладно. Минус 30 это уже хорошо. 10 тысяч мы с ними слили. Талабекленд потерял форпост, конечно. Блин, уогров, да? Если вот с ними союз заключить с вот этим золотозубом. О-о-о-о, но нам денег всего мира не хватит, чтобы с ними союз заключить. Так, у нас вот еще вот поселение в осаде. Я, да, вспомнил про него. Тяжелая победа. Мы разбираем без проблем. Берем деньги. Все. Хорошо. Тут проблема еще одна решена. Чуть-чуть мы вернули потраченные денежки. На союз с золотозубом. Так. Ну и вроде бы все по большому счету. Только Катарина должна отыграть битву. Сейчас проверим, чтобы кто-то, может, еще куда-то походил. Разведку. Разведка очень важна. Знать наперед, откуда пойдут враги, очень важно. Так, все, порядок. Катарина, давай. Ща будет больно, наверное. Надеюсь, что не нам. У них тут буквально пару отрядов по дальности стрельбы достают нас. Ох, какое поселение классное. Классное и ужасное одновременно. Та армия, подождите, под креплением придет? Стоп, а как так? Нет, это классно, конечно, но как так? Что-то я не понял. Немного. Армия же вроде бы внутри поселения была. Или рядом? Хм. Неужели рядом? Я вначале крупным планом на нее смотрел. Я на Катарину смотрел, не на ту армию. Надо мне та армия. Так. Направим, может быть. Давайте посмотрим на эту красоту. Это, конечно, шикарнейшее поселение. Интересно, у них... Вряд ли, вряд ли, да, будет крупное поселение. Такое только с целыми башнями. Вот. Ребята говорили, что рвов нигде нету, да? Вот они рвы. С лавой, красиво. Ну ладно. Нам пока эта красота не особо нужна. Мы сейчас просто идем. Я даже не знаю, насколько нам надо широко растянуться здесь будет. Ну пошире, вот как-то, наверное, так. Артиллерию поставим где-то с этой стороны. Может быть, даже немного дальше. Вот как-то так. Потому что мы не совсем сразу по ним можем стрелять, начинать. И главное, чтобы башни с тылу по нам не заряжали сейчас. Неприятно. Сколько? Две минуты. О, башни внутри. Шикардос. Шикардос. Уже кто придумал эти поселения? Так, крутим время. Мотаем. Как раз немного маны восстановим. Может быть, нам пригодится потом. Так. Показалось? Это пыль просто. Это огненные эти искры летят. 30 сек. 10, 9, 8. Давайте скорость. Сбросим. Котики пошли. О, сразу, да? Вот так. Сходу. Где-то тоже вперед. Эти полетели туда сразу. Я не против. Я не против. Пусть летят. О, магия пошла. Может быть, они полетели не туда, а полетели. К нам... К нам... К нам... Нужно вынести, да? Ой, да камон! Хватит! Ёлы-палы! Этого надо, наверное, снести. Вернутся они решили, понимаете ли. Так. Давай-давай-давай-давай-давай. Последний отряд тут осталось. Развались. О, эти вернутся решили. Ещё немного бы. Тут арта, походу, вот сюда уже не достаёт, да? Но она там что-то поработала немного. Ой, хватит. Это маг у них тоже, да, походу? Уходи, уходи, уходи. Ай-яй-яй-яй-яй. Как больно. Да, в этом проблема, конечно, Дзинча. У них много магии, и эта магия весьма неприятная. Может быть, стоит? А, он уже бежит, в принципе. Отойдём. Сейчас его, чтобы лучники расстреляли. Всё, в порядок. Ну, теперь мы идём сюда. Летающие отряды переместились благополучно. А, стоп, туда ли мы идём? Наверное, да. Я понял. У нас ждут проблемы. Продолжение следует... Продолжение следует... Что там? Стрелочка вниз на нём была. Не сможем сюда, как минимум, мартой поработать. Уже хорошо будет. Может быть, даже башню снести. По-моему, тут только она мешает нам сейчас, здесь, именно в центре. Пока... Да, пока мы сюда не выйдем. И они все поуходили. Конечно. Если мы встанем вот тут, с краю... Мы не можем тут, с краю встать как-то. Тут только по центру можно встать. Я не могу вбок отойти даже, вообще. А если вперёд сюда, может быть, так? О, да-да-да. Нормально. Нормально. Хотя бы так. Ну, одна армия там уже убегает. Это хорошо. Не спешат они к нам подходить. Хм... Ну... Одна артиллерия даже стреляла. Две. Две с половиной стреляли. Хорошо, мы можем зайти. И по нам уже фигачит эта башня. Отстроили баррикады везде, где смогли. Ладно, идём. Будем работать одними героями пока. Им меньше урона, по-моему, эти башни наносят. У нас есть довольно много дебафов, которые в ближнем бою нормально позволят нам тут попинать противника. О, что ты будешь делать? Уходят. Пошли сюда. Кстати. Идём захватим эту точку, попробуем. Просто вот так вот обойдём сейчас. Пошли, пошли. План капкан. Блин, там ещё одна башня. Ну, отсюда она хотя бы стрелять по нам не будет. Такие лабиринты здесь. С одной стороны, это красота, конечно. А с другой стороны, это боли, страдания какие-то. Как мне тут лучниками прийти и всех расстрелять, а? Непорядок. Так, можно мне выделить этот отрядик? Хорошо. Одну точку взяли. Пойдём, может быть, вторую заберём? Хлоп. Пошли вот этих грохнем. Сейчас. Они, зараза, убегают опять. Тут уже будет сложнее немного зайти. Что-то с ними сделать неприятное. Надо будет, сейчас, может быть, отступать. Со всеми этими летающими тварями. И маны нет. Но заклинание сейчас зато хорошо сюда пойдёт. Давайте этих замедлим, может быть. Начнём потихонечку лечиться. Сейчас подождём этих и потом кинем вот это заклинание ещё тоже. Чтоб хорошо так было. А, ему надо было чуть-чуть подождать ещё. Ладно, жалко, нет. Совсем. Ну, это хорошо. Башенка стреляет. Мне определённо нравится. О, там ещё идут. Где-то можем так полечить ещё пока. И добавним ещё. Это даст нам возможность продержаться какое-то время. Что я тут пропускаю? Почему у меня так много мёртвых лучников моих? Что за дела? Пошли. Лечимся, наверное, по рабу. А, вот, вот почему. Ну, конечно. блин они тут все собираются уже камон хорошо что у деда лечилка такая постоянная магичка вот это еще штука есть что хорошо и вот это можем тоже сейчас сразу активировать и защиту да 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 все по полной подрубаем нам тут надо долго танчить будет я смотрю блин отсюда тоже идет обстрел полным ходом давайте башню эту снесем блин тут еще один отряд маны по-прежнему нет давайте сейчас быстренько попробуй быстренько да попробуй называет сейчас нам выпилят все да хватит сколько у них у меня бесконечная мана я там где-то видел видео про дзинча с бесконечной маной да вот вот это можно бесконечно делать и там еще надо тоже разобраться так дебафф дебафф лечение дебафф тут ничего не можем сделать магичку скоро склеит добить бы вот вот эти два отряда которые тут практически уже мертвые хорошо один из них убегает совсем убегает этот убегает это тубе победа хух победа это ужас был конечно поселение красивая визуально мне очень нравится шикарнейшее такое но воевать в нем под обстрелом перекрестным вот таким вот башен с серьезным очень тяжело так и чё там у нас выходит мы ждем пока демоны там по это да по лопатает некоторые надо пойти хотя бы они тем временем хреначат магии до сих пор они уже проиграли камон вы уже проиграли что вы делаете это жестко было еще вон кастует просто нон-стопом хреначили но потери у нас в целом весьма скромные боже мой это конечно осады стали намного сложнее намного ну конечно против фракции где стрелков нет и магии нет никакой то там не так сложно но в большинстве остальных случаев намного сложнее стали но и да у них вон армия была сбоку одинокая не остался остался один этот самый зараза ой не на ту кнопочку нажал а знаете что теперь будет смешно эта армия ко мне на марш и подойдет а это меня в осаду возьмет и я потери не восполню пам-пам и все как-то я об этом не подумал надо было разорять и отходить наверное это с этого поселения боли инфа сотка они сейчас так сделают тоже неплохо а нет они так не сделали странные ребята если честно я так сделал может он нет он маршем оттуда добрался с одного поселения до другого я обратно соответственно мог бы также без проблем пройтись странно что он этого не сделал я честно что думаю не могу случайно помириться с эльфами и не хотят пока я даже не на марше дохожу до этого поселения наверное точно также поселение будет выглядеть мне кажется но только мы не вы не выпилим да вот эту вот армию на подходе как с этой получилось сделать нам надо брать в засаду вот эту вот армию по-любому без засады не проканает вот тут еще одна армия готовится прекратил нести потери по идее он да может добраться до медного этого летника не-не-не вот сюда вот сюда и в засаду 70 процентов хорошо так как вы нас поселение в осаде напомните мне а ну да ну да полное поражение а если я на него нападу щас то он скорее всего просто отступит мы сделаем наверное вот так боли ну ладно я посижу пока тогда здесь хорошо так продолжаем давайте посмотрим что там у нас катарина кастальтин да практически восполнил потери мы где-то видели вот тут вот армия набирается крепость проклятых и изменчивый монолит изменчивый монолит мы наверно не захватим можем с этим пойти справиться но но наверно нет мы пойдем вот сюда может быть следующем ходу сможем даже дойти кастальтин тоже наверное в режиме гарнизона этого идет и забираем вот это поселение как я там хотел еще тоже посмотреть дела у опустился до 16 позиции 8 поселений блин где он поселение берет я чё-то не не врубаю было 7 в прошлом еще ходу по моему нет 1 2 3 может день чему там передает поселение где-нибудь где-нибудь там вот тут смысле не вроде вроде не вижу 4 5 6 7 8 а вот это да получается до 4 5 6 7 8 я что-то на это еще тоже смотрел это не их поселение но это тоже враждебное там тоже полный стак какой-нибудь жести может быть запросто ну ладно как минимум уже не 13 поселений так как раньше было пусть даже половину не забрали у него о кстати здрасте у них там еще поселение вот так вот идут блин нам короче надо сеять в засаду здесь восполнить потери а потом подумаем о жизни я не знаю там мы не восполним потери да 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 сеять в засаду и восполнить потери ага конечно но кстати он пешком не дойдет до атаковать они не смогут по идее разве что они телепортироваться смогут но на поселение наверно не должны мы наверно сможем тут ход посидеть и восполнить потери таким более-менее нормальным и и все и По идее мы наверное можем таки новую армию нанимать сейчас уже для укрепления нашей силы Наверное как я и говорил да лучше это будет делать здесь Топать правда потом сколько ходов 5-6 хотя бы чтобы сюда добраться Может проще реально нанять армию где-нибудь таки тут Или тут Пусть она будет дольше наниматься да но Мы быстрее дай ну как бы она будет сразу уже на месте Не нужно будет много ходов идти мы много ходов ее будем нанимать только Давайте вот этого воина передовой возьмем 35 уровня Можем кого-то здесь да всех можем взять 6 уровня ледяная дева у нас есть Отлично Отлично Не очень полезная штука Так Дед третьего пока но вот хороший дед такой Патриарх Может быть даже 4 может быть на несколько отрядов разделим Я бы взял одного медведя как раз тоже 4 хода он будет наниматься Хороший тактический отряд такой Здесь Здесь Мы сейчас минус по деньгам пойдем в сумасшедший Здесь 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 давайте посмотрим Четыре бойца ближнего боя вот таких Два каких-нибудь стрельца к примеру Три Три И два героя сюда пойдут Наверное вот так сделаю А нет это шестой ход уже у нас Вот так И через 5 ходов тут будет хорошая Ну Нормальная армия Стрелки у нас не самые лучшие Самые лучшие стрелки у нас 4 хода будут наниматься Может Не ну нам надо арта Санки тоже хороши Ладно пока стрелками будем обходиться такими простыми Пойди сюда он не дойдет Я очень надеюсь что он пойдет таки брать это поселение И попадет в засаду Так Что еще мы можем сделать тут полезного Тут мы ничего не делаем Тут Тут тоже ничего не делаем Это поселение тоже Следующее попадет в это Восстание здесь будет в общем Все вроде да Заканчиваем ход Будем надеяться что Засада не удалась Но в целом В целом пойдет Да Это Лучше чем могло быть в принципе Но Могло быть и намного лучше У них нету кровожадов уже Смотрите как хорошо Минотавры только пока И всадники всякие Надо где-то там еще наверное столицу им грохнуть Чтобы не было этих зданий Так А ну есть еще вот эти да Перемалыватели Переламыватели У гонщих Блин скорость сумасшедшая У колесниц поменьше Гонщих отряд Только один Правильно О я могу даже приблизить Смотрите А че я могу так далеко двигать карту Странно Или это пока Типа бой не начался А потом меня снова вернут На радиус обзором У этих 62 Скорость Вот эти демоны Конечно потрясающе Отродья как отродья Моделька особо не поменялась Вот эти ребята тоже выглядят Мне очень нравится Как И эти в доспехах тоже Они всякие Вот эти тоже шикарные Это у нас Крушители черепов Ох Окей Так Как мы будем тут Делать Я предлагаю Пойти куда-то сюда Угу Угу Всякие ребята По краям зайдут Походу, да, вот эти Быстрые по флангам Наверное, надо поставить тут Наверное Как-то так Ладно, покатили Постреляем минотавров, к примеру Собаки не бегут тут к нам Не бегут О, пошел стрелять Собаки не бегут Котика вызовем Так Давайте Этот фланг у нас открытый Относительно Отключим режим перестрелки Покатим, наверное Вперед Собаки проклятые По-моему, я лечилку ему прожал Да, нижняя штука Это была, по-моему, лечилка Секунду Такая заруба ответственная была Я даже не услышал, как телефон звонит В наушниках я в плотных сижу И тут такие крики А телефон звонит и звонит Звонит и звонит Или звонит и звонит Черт Так, пошли-пошли-пошли сюда Надо пойти вот этого Расстрелять сейчас аккуратненько Он сам решил к нам прийти Хорошо Отходим, отходим, отходим Где-то нам там была очень боль Мы один отряд потеряли А, нет, не потеряли Вот он, он на месте Хорошо Это мы очень больно было А, вот этот отряд лучников мы потеряли Практически Катаются и катаются себе Ну, камон Магичка живая Еще пока Погнали отроди пинать Мы боремся за Урсун Сонцы Кислаев Все Ну, мы тут пару лучников потеряли Ка-дам Да давайте уже умирайте Камон Так, а засада у нас не удалась То придется в следующем ходу еще раз С ним драться С ним драться, да? Да Поэтому лучше мы попробуем Уничтожить как можно больше войск Ну, кстати Пошли, 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 пошли Втроем Вот сюда Магичка спереди Немножко пусть Притормозит Все А теперь дед, лечи Колесницу мы не догоним Наверное Этих, может быть, добьем Колесницу, скорее всего, нет И этих добьем Ну, да Так, может быть, дед еще успеет подлечить Если мы их добьем То уже, наверное, не успеет Да, эти уже уходят Окей А, нет Отряд, наверное, один еще какой-то В другую сторону пошел Три секунды не хватило Ну Три секунды не хватило Ну, мы их расстреляем без проблем Собаки, главное, померли Собаки быстрее, чем наши сани А так сани хорошо работают Очень даже Лучше, чем лучники? Хм А что если Собрать полный стак санок? Оу Вот это да Такого я поворота не ожидал Если честно Что он прям так Сразу ломанется К этому поселению И сразу же без осады Без ничего Нападет У них больше отрядов, конечно И они, может быть, лучше Да Но все равно Первый раз я такое вижу Но осады Интересно Тем более Без повреждений Наш гарнизон И такой Немаленький В целом Но мы, скорее всего, проиграем Я Уверен Что-то в этом Вот Но Надо отыграть Не правда Сейчас что-то Что разорят Это поселение Тоже нам Ух С четырех сторон С четырех Будут нападать Да Не, ну В принципе У нас тут Вот эта центральная Точка Такая Неплохая Для обороны Мы тут Две баррикады Можем даже построить Одна башня Вторая башня Все Что-то маловато Башен, конечно, выходит Если тут больше никого нет Мы, может быть, сможем Кониться их Продавить тут В теории Если там хорошо Почаржится Так, ну допустим Да, допустим Я захочу Остаться здесь В центре Держать оборону С этой стороны Только Пока они будут там К нам подниматься И здесь Кучей станут Жалко У меня магии Никакой нет Как было бы чудесно Тут Ляпнуть Что-то страшное Но я Это к тому Что, да У нас Раз Линия обороны Два Ну и Три Пожалуй Да, вот так Два отряда Этих мы здесь Оставим А, у нас Еще есть Один Может быть Здесь Где-то Будем Держать На всякий Случай Вот эту Точку Как минимум Ой Правой клавишей Нажал Случайно Так Мухи Сразу Залетят И будут Нам Выпиливать Наших Стрелков В этом Проблема Здесь Может быть Мы Тогда Попробуем Здесь Больше Стрелков Поставить Как вариант Деда Башню Все Да У нас Тут Две Башенки Только И все Стоим Стоим И будем Умирать Скорее Всего Но Пока Мы Будем Умирать Пойдем Подчаржимся Нашей Конницей Мухи Мухи Пошли Но Чарж Неплохой Был В целом Мухи Мухи Стеснительные Оказались Это Интересно Попробуем Секунду Так Все Больше Мне звонить Не должны Продолжаем Продолжаем Как там Наши Стеснительные Мухи Как там Наша Конница И в ту сторону Отходим Но в эту Мы не сможем Наверное Отойти Что с ними Там не то Да Такое Творится Отравление Ай-яй-яй Пойду Я может быть Чарж Несу Эти Чтобы Наверняка Замедлим Может быть Надо было Тех Замедлять Да Так Как там Наш Дед Как там Вот эти Ну там Стрелки Были Были Да Сплыли Мухи Все Почти Уже Тут Мы вроде Кое-как Держимся Даже Но отсюда Уже Идут Большие Дяди А башня Здесь Еще Не достроилась Да Надо было Может быть Здесь Башню Строить Слишком Долго Она будет Строиться Это я даже Не знаю Что там Ууу Стоп Кони 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 Двинут Сейчас Блин Эти Не могут Отойти В эту Сторону Ай-яй-яй-яй-яй Все Кони Дрогнули И эти Тоже Походу Может быть Они Еще Смогут Отойти Да Что-то Лошадки Совсем Мягкие Какие-то Нурглинги Простенькие Да Разносчики Чумы Ну может быть Они жесткие Да Может я их Недооцениваю А? Все? Ух ты Пошли Пошли О, куда он идет Сюда он идет Да Походу Сюда идет Именно Эти К моим Лошадкам Идут О, отлично Если они Пойдут Гулять То я Не против Совсем Тут бы Ребята А, эти Пошли Наверное В обход Сюда Я думал Мы их Там Всех Убили Ага Конечно Конечно Давайте Наверное Этих Тоже Поставим Может быть Смогут Пострелять Где-то Кстати Где-то Там Остался Идем Так О Что мы С башней Сделаем Надо Вот эту Наверное Апгрейдить До Какой-нибудь Пронзающей Нет Может быть До этой Успеем Да не успеем Давайте Хотя бы Так Может Пронзить Кого-то Сможем Так Лошадки Они Этих Коней Выпиливали Так Так Ох Что-то тут Блевотиной Все Залили Но Тут Мы Вроде Бы Удержались Тут Можно Башню Построить Давайте Она Будет Может быть Сюда Как-то Стрелять Если Повезет Нам Очень Сильно С этими Двумя Отрядами Мы Справились Так Тут Никто Так И не Пришел Я Про Эти Отряды Забыл Вот эти Вот Идут Опять Магия Проклятая Разворачиваемся Если Нам Лорда Получится Убить То Это Уже Пол Дела Будет Я Думаю А Эта Башня У Нас Может По Нему Стрелять Так Вот Этих Милишников Тоже Вперед 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 А Второго Жирного Убили Да Что Ничего Себя И Лорда Уже Убили Ого Отступим Отступим Ого Вот это Да Сейчас Тут Пара Башен С Это Исчезнет Сломаются Может Быть Тут Мы Успеем Она Достанет Нет Тут Да Совсем Неудобная Позиция Для Башен Пойду Я Может Быть Захвачу Точку Так Можем Сюда Отряда Перевести Они Еще Кое Как Пострелять Могут И Ледяную Гвардию Сюда Вперед Что-нибудь Замедление Какое-то Да Пойдет Это Пронзающая Башня Какая Жарит Как Неистово Так Эти отряды Бегут Туда Потихонечку Немного Дальше Отойду Ну Ну Слушайте У нас даже Есть шансы Выиграть Здесь На Удивление Во Вот Здесь Надо Башню Была Строить Точно Она По ним Тут Хорошо Бы Стреляла Тут Еще Тоже В каждом Поселении Еще Пока Запомнишь Где Все Эти Башни Это Вообще Если Я В Второй Этот Total War Наиграл Полторы Тысячи Часов То Здесь Чтобы Хоть Как-то Во всем Разобраться Это Ух Сколько Придется Да Это Полторы Тысячи Наиграл Тогда И Сколько Всего Еще Не знаю Но Это Победа Это Удивительная Просто Победа Я Я не Ожидал Если Честно Причем Вообще Такая В сухую Но Опять же Просто Они Тупят Те же Мухи Все Летающие Отряды Просто Висели В воздухе И я Их Расстреливал Спокойно Вместо Того Чтобы Они Сразу Полетели На Наших Стрелков К примеру И Вынесли Без проблем Там Наверное Половину Как Минимум И Все Дальше Дело Пошло Совсем По Другому Но Это Да Это Мне Нравится Быстрая Хорошая Победа Приятная Вот Если Побольше Таких Асад Был Хорош В Которых Можно Выиграть Берем Деньги Еще 3700 Нормально Так Вот тут Важная Тема Что О А Нет Ничего Он Настолько Не Боится Катарину О О Огры Хотят Оборонительный Союз Со мной Ну Ну У этих Огров Там Ничего Нет Я даже Не знаю Где Они Вообще Уже Теперь Были Вроде Бо Здесь Но Кажется Их Там Разнесли Ну Тут Понятно Да Тут Можно Не Играть Это В том Поселение Да Второе Согласен Разломы Исчезли Армии Демонов Снова Будут Бродить Давайте Снова Урсу Назовем Полное Поражение Они Только Со Следующего Хода Начнут Нести Потери Они Сейчас Есть Потери У них Тоже А Правильно Эта Штука У нас Активируется Верно Верно Сразу Что-то Я Сплю Уже Наверно Но мы не можем тут позволить себе пока Авторасчет Первого победа Может быть Из-за Магов Они Просто Меня Заплюют Сейчас Заклинаниями Вот это Походу Маг Но я Не уверен Этот Вроде бы Не Маг При Применение Заклинания Сопротивление Урону На Всю Карту На 9 Секунд 11 Процентное Но Заклинание Я у него А Вон Вон Он просто Маленький Маг Еще Поэтому У него Только Голубой Огонь Есть Так А второй А второй Тоже Маг Угу Наверно Поэтому Все Не очень Хорошо Для нас Патриарх Патриарх Пока Наверно Вот так По бокам Поставлю Или Не поставлю Все Вроде бы Всех Переставил Хорошо Так Ну неплохо Зарядили Разочек Еще разочек Еще разочек Давайте Может быть Нет По грабителям Наверно Нет смысла Вообще Стрелять Они умрут И так Без проблем Надо Надо Вот этих Выпиливать А потом Можно будет Пофокусить Вот того Товарища Издалека Ух Неплохо Сразу Двоем Щиты Сняли Так Да С этого Фланга Кто-то Кто-то А нет Это Голубые Ужасы Хорошо 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 Голубые Ужасы Уже Какая-то Гадость Летит Дальность Стрельбы Конечно Тут Очень Решает Что вы Там Мешаете Стрелять Замедленно Пошли Наверное Выпиливать Вот этого Сразу И теперь Вот этого Хорошо Стреляем Магичка Застряла Магичка Ничего Не побафать Ладно Все Отходим Нормально Нормально Где-то Кто-то Убегает Но он На марше Как-то Очень Он Странно Подошел Я даже Не знаю Ему Конечно Спасибо Я Совсем Не против Но Теперь Можно Наверное И в засаду Сесть И ждать Пока Придут Те Ребята Сейчас Подумаем Да Мы полностью Восполняем Все Потери Скоро К нам Придут Патриарх Патриарх Кисли Так Нам надо Еще Вот тут Бой Доиграть Правильно И этот Бой Мы Наверное Не можем Не можем На Авторасчете Играть Блин Да Пошли Надо Будет Восполнить Потери Вот Этой Вот Армии И Двигать Ее Наверное Блин Тоже Да Двигать Ее Куда То Или Пусть На Обороне Тут Стоит Так То Это Нужно Там Надо Еще Этот От Осада Отбить Инферний Или Как Там Это Поселение Называлось Да Там Там Неприятная Осада Так Тут Сразу Демоны Попрут К нам Поэтому Надо Вот этот Отряд Лучников Который Может Умереть И вообще Всех Кто Может Умереть Быстро Убрать Отсюда Это Будет Например Контрол Один Все Остальные Хоть Как То Но Проживут Мы Даже Наверное Отведем Подальше Чтобы Больше Поработала Колесница Наша Наверное С одной Стороны Как бы Стоило бы Так Сделать А с другой Стороны Сейчас Демоны Прибрутся Да Много Раз Как-то Я вот Так Пока Сделаю Не будем Ждать Демонов Давайте Сейчас Фокусим Наверное Наверное Минотавров Их будет Легче Перебить Мне Кажется Дедом Полечим Может быть Сразу Всех Тут И Магичку Главное И Туда Все Скрыты Ну Последний Минотавр Давайте Минотавры Все Блин У них Скорость Меньше Должна Быть У них Скорость 66 У санок 70 А Они Вообще Не Отстают Ни Капли Так Ну Во всем Порядок С Этой Армией Тоже Разобрались Ну Наверное На этом Серию Пора Закончить Сегодня Сегодня Чуть-чуть Чуть-чуть Покороче Чем Обычно Но Все равно Серия Довольно Долгая Вот И В следующей серии Продолжим Разбираться Мы В этой серии Что сделали Ничего Мы не сделали Да Полезного Не Ну Избавились Там От Одной Армии Хорна Да От Нургла Который К нам Там В гости Пришел От Этих От Зинчи Тоже По Чуть По Чуть Чуть Пробираемся У нас Есть Сколько Там 30 Ходов 29 До Следующего Открытия Порталов Берем Потерю Кажется Старые Сообщения Мне решили Напомнить Да Хорошо Будем В следующей серии Уже Продолжать Не Добираемся Мы К сожалению Немного До Вот Этого Поселения Но Мы В следующем Ходу В следующей серии Захватим Ну и В следующем Ходу Да Вот И Будем С Звериным Утесом Разбираться Отсюда К нам Еще Тоже Армии Пойдут Скорее Всего И По-моему Не Вроде Все То Чувство Когда Кравовый Меч Сильнее Изгнанников Хорна У них Вообще Никого Сейчас Нет Это Прекрасно Это Наш Шанс Да Забрать У него Как можно Больше Поселений Сейчас Ну и Мы Новую Арму Нанимаем Тоже С Артиллерией Которые Будем Может быть Удобнее Захватывать Крупные Поселения С Стенами Ну Посмотрим Там Как Как Пойдет Ее Еще Довестись Довести Ее Донанимать Еще Надо 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 Бесконечно Бесконечно Из-за того Что Столица Захвачена Да Вот Эти Не Нанимаются Из-за того Что В осаде Столица Короче Да Немного Дольше Это Все Дело Займет У нас Может Быть Придется Кого-то Здесь Нанимать Через Общий Резерв Но Посмотрим Всем Спасибо За просмотр Всем Пока И Увидимся В следующей Серии Нашего Выживания В Тоталваре Закислив За Катарину